Сердце воина. Так называется фестиваль боевых искусств, который прошел в Киеве. Несколько десятков участников демонстрировали свои боевые навыки, пели песни и представляли национальные танцы. Все это ради благотворительности. Вырученные за билеты деньги передадут в Киевский центр детской кардиологии и кардиохирургии. Фестиваль посетил и корреспондент UATV Артем Голуб. Боевые искусства, национальные танцы, пение. На фестиваль «Сердце воина» собралось несколько десятков участников. Большинство из них – дети. Значит, сегодня у вас будет возможность увидеть умения, навыки. У нас, значит, будет ушу, тейквондо, карате, капуэра. И каждый в своем стиле, в своей фантазии, кто как считает правильным, будет показывать свое мастерство. Крымские татары Эмир и Еман готовятся показать национальный танец. Говорят, к выступлению готовились долго и надеются, что все придет на высшем уровне. Мы будем танцевать крымско-атарский танец «Хай Тарма» в возвращении. Будем танцевать парный танец. Мне очень нравится танцевать этот танец. Я хочу показать всем, что Крым – это Украина. И я думаю, что мы это сможем доказать с нашим танцем. Фестиваль «Сердце воина» благотворительный. Деньги собирают на покупку медицинского прибора стоимостью около 18 тысяч долларов. Организаторы фестиваля выразили желание провести это событие с пользой, сделать такое благотворительное дело. Это все необходимо для того, чтобы купить фибробронхоскоп для Национального центра кардиологии и кардиохирургии. Фестиваль боевых искусств «Сердце воина» прошел в Киеве впервые. Организаторы надеются провести его и в следующем году. Артем Голуб, Вячеслав Смирнов, UATV. Во Львове стартовал традиционный зимний фестиваль «Джаз без», что означает «Джаз без ограничений». Проходит уже 18 лет подряд. В этом году на сцене выступят музыканты из 10 стран мира. Это США, Австрии, Норвегии, Германии, Венгрии, Франции, Италии, Бельгии, Польши и Украины. По словам организаторов, главная цель мероприятия – представить как можно больше оттенков джаза. От традиционного, классического до авангардного. Концерты состоятся не только во Львове. Джазовый марафон объединит 19 городов Украины и Польши. Во Львове джаз без ограничений продлится до 16 декабря. У нас нет правил джазбези, у нас нет дресс-кодов, у нас нет условностей. Вы можете себя вести как хотите. Порой бывают такие группы, которые играют почти рок, фанк, диско. Все говорят, они же не играют настоящий джаз. Наша позиция такова. Нет определения, что такое настоящий джаз. Это все импровизация. Насколько я знаю, родиной джаза является Чикаго в США. Там этот стиль и зародился. Он уникален. Мне очень нравится игра на саксофоне и вообще импровизация. Это прекрасно.